Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Продолжаем говорить о моральном авторитете и подотчетности. Мы говорили о подотчетности нашим домашним и сегодня я хотел бы поговорить о подотчетности наставнику. Я уже говорил в предыдущих программах о том, что у каждого мужчины должен быть наставник. Должен быть человек, который может нас направлять и корректировать. И вот здесь очень важно понимать, что, во-первых, инициатива в этих взаимоотношениях, она в обязательном порядке должна исходить от нас, как от отцов. Наставники не бегают за учениками, вы спрашивая, как твои дела, давай-ка я тебе помогу. Хотя, знаете, современный мир, он, наверное, где-то вот так и выстроил взаимоотношения. Мы думаем, что люди, которых мы выбираем нашими начальниками, наставниками и так далее, они просто обязаны быть телепатами, они обязаны быть суперняньками, которые будут не просто всегда знать, что с вами происходит, но и почему это происходит, и как это изменить. Если этот человек что-то вот в этой вот последовательности не выполняет, это совершенно не тот человек, который должен быть вашим наставником. На самом деле наставник – это вы. Просто представьте себе, что вообще в гармоничной такой вот среде жизни вы должны быть подотчетным наставнику, но и у вас должны быть наставляемы. То есть вы и есть тот самый наставник, который не все знает, не все может, не все умеет и не на все вопросы сможет найти ответ. Наставничество стоит не на всезнании, не на всемогуществе. Наставничество стоит на подотчетности, и мы должны быть инициаторами нашей подотчетности, приходить и рассказывать. Три вещи, три сферы жизни, которые в обязательном порядке должны находиться под покровом наставника, и вы в этих трех вещах обязательно должны быть подотчетны. Первое – это ваша духовная жизнь, ваши взаимоотношения с Богом в церкви, ваше понимание духовного мира и так далее. Второе – вы должны в обязательном порядке быть подотчетным наставнику ваших финансовых вопросов, потому что это тонкий лед взаимоотношений. На деньгах очень многие мужчины закончили не только свою карьеру, но и свою жизнь. И третья вещь, в которой вы просто должны быть подотчетны вашему наставнику – это ваша сексуальная жизнь, и в предыдущей капле я говорил об этом. Это еще одна сфера тонкого льда, по которому нужно ходить с осторожностью и полагаясь на чью-то дружескую помощь. Итак, если вы хотите, чтобы ваш авторитет, ваш моральный авторитет в глазах ваших детей и окружающих был достаточно высоким, вам необходимо быть подотчетным наставником. Когда вы подотчетны кому-то, то ваши дети с большей охотой будут подотчетны вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова